Несмотря на дискомфорт на улицах, новогоднее настроение повсюду его создают и художники. Они устроили специальную выставку, на которой каждая картина как праздничная открытка. Сходство отметила Ольга Сомкина. Зима объединила всех участников этой выставки. Специально для нее известные мастера живописи и графики Людмила Убираева, Маша Холмогорова, Илья Бутусов и многие другие создали работы на тему снега, мороза и зимних развлечений. Так для Евгении Ефремовой зима – это синички на заснеженных ветках. Хотелось создать ощущение зимы, но в то же время чего-то легкого, праздничного, какого-то такого настроения приятного. И первое, конечно, что пришло в голову – это порхающие птички, которые с ветки на ветку прыгают. Художник Виктория Косенко считает главным атрибутом зимнего Владивостока городскую площадь. А покосившаяся елка на ее работах вовсе не символ халатности. Многие задавали вопрос, почему она покосившаяся, упала же елка, я только потом, а, да, когда-то падала. Нет, наверное, это больше ассоциация идет с нашими ветрами. Времена года не раз становились поводом для создания произведения искусства. Так Чайковский сочинил фортепианный цикл «Времена года», «Вивальди» – скрипичные концерты. Брейгель еще в 16 веке создал серию картин, где реалистично отобразил круговорот природы. Приморские художники, создавая картины специально к этой выставке, сделали их в небольшом формате. В итоге каждая миниатюра выглядит как открытка на тему зимы. Она бывает разная. И не всегда это утилитарный формат. То есть та вещь, которую можно действительно использовать в качестве открытки. Это может быть произведение большего формата, но оно создается как маленький подарок. Потому что открытки сегодня, дизайнерские открытки, они бывают больших форматов. И те, кто работал, они где-то вот вариации от 10 сантиметров до работы вполне себе станковых размеров. Выставку так и назвали – зимняя открытка. И она заряжает настроением приближающихся праздников. Ольга Сомкина, Павел Михайлов, Панорама.